Охотник всегда точно знает, что именно он охотник. Это главное его отличие от жертвы. И главное преимущество перед ней. Поэтому не менее увлекательным занятием, чем сама охота, является получение этого преимущества. Многочасовые засады, маскировка. А что как ни ночь маскирует лучше всего? Как повезло гремучим змеям. Прибор ночного видения встроен в них с рождения. Две терморецепторные ямки, находящиеся между ноздрю и глазом, чувствительны к инфракрасному излучению. Именно эти доисторические приспособления и помогают рептилиям контролировать каждое движение своей жертвы. Человек, в отличие от пресмыкающихся, не использует устаревшую технологию. У него на переносице между ноздрю и глазом находятся чудесные изобретения – очки ночного видения. Они-то и стали для человека теми самыми терморецепторными ямками. Как это часто бывает, одно изобретение может решить гораздо больше одной проблемы. Если вы хоть раз жаловались на плоскостопие, то результат работы электронно-оптического преобразователя в рентгеновском диапазоне могли видеть на своей флюорограмме. Преобразователи, работающие с ультрафиолетом, применяются в криминалистике для определения поддельности документов. Главной же частью прибора ночного видения является инфракрасный электронно-оптический преобразователь. В общем, видео он представляет собой небольшую вакуумную камеру с входным и выходным отверстиями и с микроканальной пластиной внутри. Целью этого устройства является преобразование инфракрасных лучей в электромагнитные. Для этого внутри прибора создается электрическое поле. Давайте разберемся, откуда оно берется. Для начала откачаем воздух из камеры. Вакуум в ней – условие обязательное. При попадании инфракрасных лучей на входное окно фотокатод начинает испускать электроны. Под воздействием электрического поля они начинают двигаться к выходному окну. Главная задача микроканальной пластины, стоящей на пути у потока электронов, увеличивать этот поток. И за счет огромного количества каналов пластины поток увеличивается на несколько порядков. В конце концов электроны попадают на экран, формируя, как в телевизоре, конечное изображение. И чем электронов больше, тем четче изображение. Итак, попробуем собрать прибор ночного видения. Все начинается с компьютерного моделирования. Конструктор создает детальную трехмерную модель будущего изделия. Она позволяет увидеть будущий прибор со всех ракурсов и даже в разрезе. На основе этой модели создаются чертежи деталей, которые затем воплощаются в металле. Сборка начинается с электронно-оптического преобразователя. После вывода электрических контактов и установки преобразователя в корпус начинается установка оптики. Сначала устанавливается оптика окуляра, то есть те линзы, в которые будем смотреть мы. Дальше наступает черед электроники. Устанавливается плата, которая управляет всеми электронными процессами. И в конце концов устанавливается та оптика, которая встречает инфракрасные лучи – объектив. Поскольку мы собираем весьма точный прибор, сборка не является окончательной. В специальных темных комнатах прибор проверяется на соответствии с заданным требованием. И только теперь, когда прибор попал в чуткие женские руки, начинается самая ответственная часть процесса. Чистка оптики от пыли и других мельчайших частиц и окончательная сборка прибора ночного видения. Наконец прибор готов. Итак, теперь нам не страшна даже самая темная ночь. Хотя, строго говоря, нам не страшны условия слабой освещенности. Ведь в условиях полной темноты одного прибора ночного видения недостаточно. В этом случае нам поможет фонарик. Но не обычный, а тот свет, которого можно увидеть только с помощью прибора ночного видения. Инфракрасный фонарик позволит вам видеть в темноте и оставит вас незамеченным. Такие возможности востребованы не только среди профессиональных игроков в прятки. В первую очередь ночным видением воспользовались, конечно же, военные. Так уж у них повелось еще со Второй мировой, когда немецкие танки, оборудованные инфракрасными глазами, доставили немало хлопот советским войскам в районе озера Балатон. Русские не остались в долгу. С помощью зенитных прожекторов ослепили немцев на Одере. В наше время яркий свет приборам не так страшен, но засвечивать их все же не рекомендуется. Наиболее массовое применение возможность видеть в темноте нашла у охотников. Для них существует огромное количество прицелов ночного видения. Хотя у хороших охотников, как правило, уже имеется любимый прицел. Но и тут выход есть. Специальная насадка ночного видения не нарушит калибровку вашего прицела и при этом позволит видеть в темноте. Кстати, именно к прицелам и насадкам предъявляются самые жесткие требования. Прицелы являются наиболее технологически сложными устройствами, поскольку они должны обеспечить, кроме того, чтобы увидеть что-то такое в темноте, увидеть зверя, если речь идет об охотничьих прицелах. Они должны выдерживать серьезные нагрузки. Нагрузки ударные, поскольку современные калибры охотничьих ружей достаточно серьезные. И ускорение, которое там возникает при выстреле, достигает 500G. Ну, 500 ускорений. Так что полутора тонны удар от отдачи не собьет прицел ни на миллиметр. А вот сколько будет заживать плечо, совсем другой вопрос. Поэтому более гуманным применением прибора ночного видения являются ночное фото и видеосъемка. Возможности человеческого зрения ограничиваются знаменитой присказкой про охотников на фазанах, а прибор ночного видения позволяет их расширить. Поскольку охотники желают в основном знать, никому не удивляет именно зеленое изображение в приборе ночного видения. Основные потребители приборов это как раз охотники. И именно их желание закон для производителей. Хотя изображение может быть какого угодно цвета, просто именно к зеленому диапазону наиболее восприимчив человеческий глаз. Еще говорят, что зеленый успокаивает. А в тех областях, где используются приборы ночного видения, спокойствие, или скорее хладнокровие, залог успеха. И еще один интересный факт. Оказывается, не только приборы ночного видения позволяют видеть в темноте. Этой же способностью обладают тепловизоры, но совсем в иных красках. Принцип работы несколько другой. Если приборы ночного видения работают по отраженному свету, который имеется в окружающем пространстве, усиливают его и преобразуют ближний инфракрасный свет в видимое изображение, то тепловизионные приборы работают по тепловому излучению. Так что любой объект, излучающий тепло, является источником излучения в дальнем инфракрасном диапазоне. Именно это излучение ловит тепловизор и преобразовывает в разноцветное изображение, где разность цветов это разность температур. Чем чувствительнее прибор, тем разноцветнее и четче будет картинка. Одним словом, кто не спрятался, я не виноват.